В конце декабря 2022 года в жилом комплексе Зелёной аллеи был запущен новый автобусный маршрут 33К, позволяющий пассажирам напрямую добраться до станции Расторгуева. Оттуда в микрорайон Завидное и обратно. Но практически сразу после запуска общественного транспорта у жителей возникло много замечаний к перевозчику. В договоре указаны были автобусы среднего класса, по факту ездили малого класса, не в полном объёме, с нарушением расписания. К середине года добились выпуска на маршрут автобусов среднего класса. Люди начали чаще ездить, но проблематика всё так же оставалась, потому что водители привыкли брать деньги наличкой. Водители также часто нарушали график, игнорировали остановки и не соблюдали интервал движения. На маршрут выходило только три или четыре автобуса вместо заявленных пяти. С проблемой жители обратились в администрацию муниципалитета. Помог разобраться в данном вопросе временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катеров. Если мы не можем отказаться от использования налички, не можем соблюдать расписание, нехватку машин, обеспечить нормальное количество машин, ну и так далее, да, ездание по маршруту, ну а смысл нам такой маршрут оставлять у себя? Мы бы тогда спокойно расторгли, выставили бы его на торги, на аукцион, отыграли и привлекли нормального перевозчика, который бы соблюдал всё это, все эти требования. После обсуждения проблемной транспортной темы было принято решение рассмотреть вопрос о смене перевозчика на данном маршруте. Возможность смены перевозчика сейчас рассматривается администрацией для улучшения транспортной работы на данном маршруте. Это будет осуществлено в ближайшее время, я бы сказал, что в первом квартале 2024 года мы это планируем сделать для того, чтобы улучшить транспортную работу, я думаю, что с новым перевозчиком. Может быть, старый перевозчик исправится и начнет нормально работать, но мы предполагаем, что будет замена перевозчика. Стоит отметить, что на время проведения конкурса по выбору компании автобусный маршрут 33К продолжит регулярную перевозку пассажиров. Если прекратить работу старый перевозчик, чтобы не было разрыва между новым перевозчиком и не выпускались вообще никакие автобусы для передвижения жителей Зелёных аллеек, Ермолина и Видно, будет заключен временный договор с перевозчиком, который будет представлять эти услуги в течение 90-х или 180-х. Пассажиропоток в Зелёных аллеях стабильно высокий. При заключении контракта будут учтены пожелания жителей увеличить количество автобусов и продлить рейсы до 10 часов вечера. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.